Добрый день всем еще раз! Добрый день! 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 Ярко и стильно и все это смотрелось так, как будто у нас treasury доты рождаются. Тудиас сложный! 1 левел как был, так и остается. ДД здесь охраняет для кого? О, непонятно, Боттл ему не летит. Нет, для себя, собственно. Клокверк у нас охранял ДД, отправляется на топ-лейн. Только Коги у Клокверка, батарея саут пока что нет. Герст не подходит к крипам. 2-0. Попробуй подойди к крипам. Тут сразу же Shadow Strike и бить Акса, пока вообще нож в нем торчит и кровь из него течет. Темпларки уже... У Темпларки уже имеется Боттл. Боттл обузится за счет Курьера. У Чейнса, как там дела по фарму? Появляется тапок 300 по золоту сверху. Вообще по золоту Кенс и Випс выигрывают 1000 по экспириенсу 0. WTF 13 на 7, 13 на 4 в 1 крэш на Аквапе. Дальше Снайпер 11 на 5, 9 на 1 Сликс. Плохо, конечно, Темпларки. Рефракшн этот в никуда отправляется. Стоять против Снайпера неудобно абсолютно. Куда ты полетела? Ракета у нас прилетает посмотреть на труп Акса. Акса развалили. Ну, а ДТР тоже здесь очень сильно горит. Квапу, правда, разобрали. Должны добивать АДТРа. Фиссура еще долго не будет, но она, в принципе, не нужна. Голдот. Забирает еще один килл для команды Кенс и Випс. И для себя второй килл. Берет Скайр Асмак. 4-1. Кенс и Випс по золоту на полторы уже. По экспириенсу тоже где-то на 500, но вырываются вперед. Темпларка с открытым лицом. Это отстой. Написано у нас в чате. Ты еще отстойных открытых лиц не видел. Темпларка еще ничего. Ничего себе. Queen of Pain уже приобрела себе Нул Талисман. Боттл есть. А сколько там батлов в составе? А нет, там, в принципе, ни у кого батлов нет. Да-да-да. Тут снайпер стоит, он без батла. Ну что ж, Темплара, я думаю, приехала. Тут Батриас Аут даже не качал на студии. До сих пор не качает. Третий левел имеется. Идет через Рокет Флеер Клокверк. Это удивительно. Действительно удивительно, потому что, как бы, Клок рассчитан на зацепку за счет Батриас Аута, а не добиванием вот такими вещами, как Рокет Флеер. Наверное, хотя бы в один Клок вкачает. Потому что, ну, действительно, очень дамажащий спелл. И, наверное, один из наиболее опасных спеллов на ранних минутах. Вообще во всей доте, как мне кажется. Как у нас, если... Я слабо себе представляю, какой спелл... Не знаю, разве что, кроме, там, Диаболиков Лешрака, какой еще спелл так трудно и выйдет, как Батриас Аут Клокверка. Да, в один уже вкачал Клок, но дальше, гляди, и максить будет. А может, ракету будет максить, и у нас появляется серьезный Снайпер Клок. Фейсбутс уже имеется у Снайпера, там дальше будет Мом, и Сликс будет сыпаться. У Сликса 0-2-0. Рефракшн сбивается достаточно быстро, Шапнель свое дело делает. Клок пошел накалять здесь Гёста. И попадает все-таки, а? Бьет в никуда, казалось бы, и попадает по Гёсту. У Эмбер Спирита есть фейсбутс. Ну, данную игру WTF, по-моему, похуже проводит, чем предыдущий матч. Или просто здесь Снайпер слишком хорош. Туди в когах бежит от Темпларки. Фессура пошла по Темплар Ассасин, Шапнель под ноги. Сликса должны забирать, хотя... Хотя что Сликс? Сликс на лоу хп, голуби прилетают, ну и все. Убивают у нас Темплар Ассасин. Который раз еще и Гоудот отправляется... Не Гоудот, точнее, у нас Гоудот забирает Сайленсера. Сайленсер в таверну. WTF. Не самая удачная фессура от Шейкера. Даже, наверное, самая неудачная фессура от Шейкера, какая могла быть. Закрыл путь к Эмбер Спириту. Там без фессуры бы, наверное, Эмбера догоняли бы игроки команды Кэнси Уэйпс. Но в любом случае шансов было больше, чем после такой раковой фессуры от Шейкера. В любом случае, 8-2 счет на данный момент. Кэнси Уэйпс серьезно наказывают Инвэйшн за победу в первом матче. Дают понять, что никто просто так вторую победу не отдает. Вот и тот рубка серьезная за копеечки, который нам Гесси Кап предлагает в суперфинале. А и Кэнси Уэйпс хотят поучаствовать. Для них 3000 долларов это деньги. И вы не поверите для меня тоже. ВТИФ на топ-лейне, фейсбутс и все, пока больше ничего. 42 на 16 за 7 минут. Немного, вообще немного. Хотя, вроде бы и топ Крипстат на карте, но тут ребята просто заняты побегами по лайнам, файтами и еще чем-то. ВТИФ у нас ни в одном файте не участвует, поэтому мог бы и больше себя позволить. Туди на Клоке, 600 по голде. Боц оф спид есть, есть уже Боттл, Танго. Ну, короче говоря, чуть-чуть Клок себе насуетил по деньгам. Ну и стоит против ВТИФа. Не подходит близко, но экспу получает. Вроде как бы и... Линия опасная для... Вроде бы Эмбер Спирит такой серьезный опасный парень, не линия опасная для Клокверка. А по факту, что Клокверку может сделать Эмбер Спирит без артефактов. Флеймгвард для Клока, наверное, не проблематичен. Тут, в принципе, через... У Клока свой Флеймгвард есть точно такой же. Баттария Саут у нас Эмбер Спирита накажет. Геос тоже много чего делает. И без маны можно оставить смело Эмбер Спирита. Ну, короче, один боится другого, не хочет подходить. Неприятно ему. Второй тоже... Вроде бы и мог бы, но не хочет подходить. Неприятно, потому что может быть больно. Своего оппонента. Короче говоря, брачные игры двух ежиков. И хочется и колиться. Леон в это время забирает у нас Квин оф Пейн. Ну и все, дальше понесли. Дальше понесли команда Кенси Уипс. Потеряли, правда, Сайленс. Сайленсер, но это... Вообще, не особенная потеря. Ну что там, мы на мидлейне. У нас Темплар Ассасин. Только увидели труп ее. Падающий. Килинг Спрей для Снайпера. 10-3. По золоту. 3000 Кенси Уипс. По Экспириенсу 0. Ну так, чуть-чуть побольше, чем 0. 600. После обновления графиков. Но в любом случае, они выигрывают. 4000 по золоту на 9-й минуте. Это хороший и очень хороший даже показатель. Вайдинг Крэш. ПТ уже себе приобрел. У Снайпера. Прилетает Мом, Фазы, Рейсбенд. Все это до 10-й минуты. То есть, первая 10-ти минутка для Снайпера великолепная. Я не знаю, как для какого-нибудь хорошего Баланара. Первая ночь, наступившая вместе с Фазами и Урной. То есть, здесь тоже Снайпер за 10 минут уже приобрел себе главный набор. У него есть четвертая Шрапнель. У него есть третий Тейкэйм. Фейсбутс есть, Мом есть. Просто бей-беги. Ничего выдумывать не нужно. Все за тебя компания Валва уже выдумала давным-давно. Акс в лесу. У него есть Транквилы. Ну и 700 по золоту сверху для него. Так, врыв пошел у нас вот Клокверка и опять Темплар Ассасин. Ну что ж ей так достается, а? Сняла маску подруга. 0-5-0. Может, не надо было лицо показывать. Все теперь знают тебя в лицо и узнают тебя. В лицо. Как только появляется на линии, сразу же вгрызаются всем мобом вообще в нее. 11-3 еще на данный момент. По золоту уже к пятерке где-то близится преимущество Кенси Випс. Но это то, о чем я говорил. Я хотел этого и, по-моему, это происходит. Повторение ситуации с Минески. Очень быстро закончился там второй матч. Кенси Випс отыгрались за какие-то нам считанные 10 минутки. За 20 или за 25 минут. За счет полного вообще преимущества. Ну и полную ерунду напикали. В третьей карте эта полная ерунда принесла выход в полуфинал. Команде из Австралии. У Шейкера Даггер даже на горизонте не появился. Еще у Скайра Смага, Нул Талисман, Аркан Бутсы. Квапа в БКБ выходит. Уже имеется Пауэр Трэдс, Боттл и Нул Талисман. У Клокверка ПТ 900 сверху. Сталк Шилда у Клока как не было, так и нет. Значит и Вангвард скорее всего появляться не будет даже близко. У Снайпера что-то появилось. Да, для Чейнса Огр Клаб прилетает. Ну и по ХП все нормально теперь по ХП. У Снайпера 1000 есть. Отхил тоже неплохой. Скорость атаки классная. Дэмэджа много. Сотня дэмэджа в принципе с руки. И под Момом это где-то 300 дэмэджа за 2 секунды. За 3 выстрела. Ну классно. Почему бы и не подраться. Но для этого Кенси Уипс должны навязывать драку своим соперникам. Инвейджин здесь под смоком летали. Хотели кого-то найти. 3-4-3. К его счастью оказался не там. Эмбера должен видеть. 3-4-3. Фессура пошла по Эмбер Спириту и бежать. Это на подсейв самого себя Фессура. Ни в коем случае не цеплялся у нас за Эмбер Спирита Шейкер. Там не по шансам драться. У Сайленсера 11 на 2 Крипстат. Бедняга тут только саппортингом занимался. И еще и 2 раза умудрился умереть. Вообще давайте на Творце глянем. 5900 у Чейнса. 5900 у него. 4000 всего лишь у WTIF. В мейнкере команда Инвейджин. 6000 уже у Снайпера. Ну и 4500 для Квапы. Первые 2 места за Кенси Уэйпс. Ну и Чейнс опять. Только не Темплар Ассасин. Нет, на этот раз Снайпер. Сайленс пошел у нас по Туди. Ну и нормально. Снайпер в принципе стоит и стреляет. Тауэр должен рассыпаться. Тейкэйм 4. Можно стоять и просто наваливать по Тауэру. Примерно этим Чейнс и будет сейчас заниматься. С хайграунда. WTIF под дабл дэмэджем. Флеймгвард включай и начинает драться. Никакого Флеймгварда. Просто ловит Сайленс. Врезается в Коги. Без маны отходит назад. Еще раз. В Коги мало было первого раза. Вот теперь самое оно. WTIF. Какой ужас, а. Просто рассыпается. Дабл килл для Чейнса. Но это. Я не знаю. Это просто худший из мувов, который можно было придумать. Прийти два раза, удариться лицом об Коги. Поймать Сайленс до того, как ты вкастуешь хоть что угодно. Тот же Флеймгвард не был бы лишним 100%. И под Шрапнелью постоять. Потом еще в Мистик Флейр зайти. Ну, просто я не знаю. 99 Проблемс для Эмбера. 2000 есть у Акса. До даггера совсем немножко осталось. По таймингу, конечно, Гёст далеко у нас от совершенства. 14 минут уже и до сих пор даггера у Акса нет. Это при том, что не покупался никакой Вангвард. Ничего подобного не имелось. Опять полетел Рокет Флеер у нас. Просто по крипам. Проверить, куда делся Акс. Вот куда делся Акс. Все, в принципе, его увидели. Все, один крип и надо брать даггер себе. Гёст боится. Ну и правильно боится. Выход уже на него готов. 343 уже здесь. Акс просто прячется в кусты и ТП-аут как можно быстрее отсюда. На даггер и так натикало. В это время команда Инважин и Спортс отправляется на нижний лайн. Здесь Эмбер Спирит и АДТР на подсейв. Ну и Темплар Ассасин на Эншентах. Сколько у Темпларки? 3 600 и 7 800 для Снайпера. Ну разве это вообще по шансам Темплар Ассасин? Она, бедняга, будет терпеть. Нереально вообще. И Снайпер точно так же может фармить. Да, конечно, медленнее, чем Темплар Ассасин. Но он точно так же может фармить Эншентов. Для него это не проблема. С стаком, правда, не все удалось у Снайперов. Но это уже такое недоработки делать техники. На топ-лейн выходит команда Кенси-Випс. Будут забирать Тауэр по сложной линии. Тем же будут заниматься игроки команды Инвейджент. В четвером, даже в пятером здесь. Кто в кустах, кто на линии. Ну и здесь в четвером. Только Снайпер занимается в это время фармом Эншентов. Есть уже Сэнш у Снайпера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же больно будет команде Инвейджент. Есть Сэнш уже у Снайпера. И совсем немножко остается до Яши. Никаких БКБ здесь Снайперу не нужно. Он не проседает. Особенно по ХП, да и БКБ. Непонятно вообще против кого. Леон разве что восьмого левела неприятен. Или Сайленсер. Но Снайпер в зону поражения Сайленсера или Леона входить, я думаю, не будет. Четвертая пассивка уже на рейндж-атаке. Это означает только одно, что Снайпер будет с пяти километров стоять и расстреливать команду Инвейджент. Что, видели АДТР? Туди ловит сразу же Хекс. Пошел Глобал у нас от Сайленсера. Туди без ХП практически и без маны так тем более. Туди врывается в Леона. Леона разорвали. Эхо Слэм пошел от Кенси Уипс. Убили Акса. Ну и дальше Клик. Сликс. Сликс рассыпается. Туди тоже умирает от WTIF. Но это годлайк для Снайпера. На семнадцатой минуте. Триплкилл. То, о чем я говорю. Снайпер не будет участвовать. Он фуловый по ХП. Он не участвует в файте. Он и есть файт вообще. По сути. Все бегают вокруг него. И он как, я не знаю, как сумасшедший Тауэр. С огромной скоростью атаки. Бьет по тем, по ком хочет бить. У Снайпера. Амплуа в принципе всегда такой. Об этом знает прекрасно команда Инвейджин. И не добираться до Снайпера в файте. Это подобно смерти. То, что случилось сейчас, это только так. Тревожный звоночек. Дальше будет гораздо проще. Вот теперь только Сэнджин Яша прилетает. И это Сэндж был у Снайпера. Яши не было. То есть скорость атаки была поменьше. Действительно, главная составляющая. Это все-таки Яша. Для Снайпера наиболее важен мувспид и атакспид. Еще и 150 с руки. Еще и под Момом. Огромная скорость атаки. И бег быстрый. И всего предостаточно. Под Момом, под Фейзами. Там чуть ли не 5-2-2 для Снайпера. Ну, классно, конечно. Кенс Уэйпс начальный этап проводит. И войдет у нас фиссуру WTIF. Пару кирпичей выложил и ушел. Туди во вражеский лес направляется. Ничего себе, какая наглость. На Гёст решил зайти. В принципе, Вижен был. Ну, я что-то как-то переоценил длину своего хука у нас. Клоквер. Форстаф уже есть у Клока. Есть ПТ. Есть Боттл. И несколько вспомогательных артефактов. У Квапы появляется Блэк Кинг Бар. Еще не юзанный. Новенький. У Снайпера 2-300 после Сэнджин Яша. Ну, еще бы трипл килл в каждом файте. И чего вообще ожидать от Снайпера. Ну, все. Чейн стоит и разваливает у нас товара. Смок провязали игроки команды Кенси Уэйпс. И сразу же Смок с них спал. Поняли, что где-то здесь рядом. Какая-то крыса, да, все-таки имеется. Две шестьсот для Чейнса. Одиннадцать тысяч общий Нетворс. Шесть двести заработал Эмбер Спирит. Это топ-нетворс в составе команды Инвэйджен. Его, я имею ввиду с Чейнса, прямой оппонент, мидер, который у нас играет на Темплар Ассасин, нафармил меньше... Короче говоря, больше, чем в два раза меньше. Вот так вот. Если по-русски сказать. Еще и по таймингу даются ракеты, чтоб никто там не делал отводы. Вот это я понимаю шарящая команда Кенси Уэйпс. Клок классно реализован. Рокет флеер промакшен. Батарея Саут до сих пор еще не промакшен. Но это упущение конкретно левела. Будет десятый, будет, я думаю, промакшен. Коги на один, и этого предостаточно. Все, что надо, Клок фармит. По мани не проседает. В принципе, у Туди все хорошо. Он топ-4 на карте. Скоро появится, я думаю, Аганим. Если еще не летит ничего ему... Нет, ничего пока не летит. Форстаф есть. Скоро появится Аганим, и тогда у Инвейджен будут проблемы колоссально. Гораздо большего порядка. Разбирают Скаросмага очень быстро. Ну, это несложно, в принципе, а ДТР через Finger of Death. Туди тоже ловят Форстафа от себя. Врезается в Коги и уходит. Вот, наконец-то, вменяемая наука. Для Эмбер Спирита. В прошлый раз Коги как-то ему один раз было мало. Решил второй раз. Счастье, что Templar Assassin сняла маску и стала вообще абсолютно желейной. Какой-то... Сыпется невероятно. 0-6-0. Ну, понятное дело, что не в маске вся причина. А в руках Сликса в данном матче. Ну, и вообще в крутом напоре от команды Кэнси Уэпс. У Гёста после Даггера 1080. У Templar Assassin, ПТ, Ring of Aquila. В Даггер, как я понимаю, ТА у нас собирается выйти. Эмбер Спирит. Яша, Фейсбутс и Драм оф Эндуренс. У Сайленсера есть Транквилы. И пока что только 700 на руках. Больше ничего у Леона до Даггера еще собирать. Зато есть Урн оф Шадоуз и Транквил Буцы. Со стороны команды Кэнси Уэпс. Со стороны австралийского коллектива... Со стороны австралийского коллектива печаль полнейшая для команды Инвейджин. У Снайпера. Давайте на закуску его оставим. Скайдос Мак. 2-0 Талисмана и Аркан Буцы. У Шекера 1600 на руках. Готовится выход в Даггер. Немного осталось. У Квапы БКБ и Пойнт Бустер. Который позже превратится у нас в Аганим Клокверк. Форс Став 1500 на руках. Кстати, у Templar Assassin появляется Даггер и Снайпер. Вот, пожалуйста, Снайпер. Мэйл Штором. Сэндж и Яша. И Пойнт Бустер. А, и конечно же, конечно же, Фейс Буцы и Mask of Madness. Как можно было забыть. Тут просто фиссуру какую-то поймать. W Тиффу не заявить. И я думаю, Снайпер его должен разбирать по-любому. Чейнс уже готовится выйти в Скаде. В принципе, Пойнт Бустер есть. Так, просто на подсейв, на дополнительное ХП, чтобы не сильно под Момом самому сыпаться. Потому что под Момом можно Finger of Death со старта получить и забыть вообще на ближайшие 40 секунд, что такое Дота. По золоту. 11 тысяч Кенци Уипс. По Экспириенсу 6 тысяч тоже австралийский коллектив. Что-то мне подсказывает, что мы все ближе и ближе к третьей игре. Ну или как минимум к ответу на вопрос, будет ли третья игра или катка Best of 3 закончится двумя матчами. Врыв у нас пришел в WTIF. Римнант, если... Да какой Римнант? Сайлент на него от Голдота и Соник Вейв сразу же от Клоппы. Даже не стали играться, но и... И килл от Клокверка. Забирает у Снайпера килл. У Снайпера 9.07. Тут Beyond Godlike уже для Снайпера имеется. Так дайте же пацану разыграться, раскликаться. Чейнс должен, я думаю, забирать здесь Аэгис. Хотя тоже есть, в принципе, кому забирать Аэгис. Только не Шейкеру, разумеется. Чейнс, наверное, да. Все-таки у него крутой стрик. Стрик было бы нелепо потерять. А Светок портала подождет. Вот, собственно, и он. Ну, не знает об этом. Или знает об этом команда Инвейджин, но делает вид, что не знает, собственно, их дело. Но драться в любом случае не по шансам. Поэтому, особенно в узком проходе, где есть Шейкер, где есть Скайрос Макс с Мистик Флеером и Квапас фулл раскастом, кроме Соник Вейва. Да, драться на Рошан Инвейджин 100% не смогли бы. Надо затянуть игру. Надо затянуть игру, чтобы Темплар Ассасин вынесла классные артефакты. Снайпер не отпускает у нас. Нет, отпускает все-таки ТА. Не сбивают ей. Не сбивают ей ТП-аут. ТА у нас отправляется на базу. Так вот, что нужно Инвейджин? Им нужно времени минут 25. И глубочайшего-глубочайшего фарма всех и вся, всех крипов. Героев, эншентов. Все, что только можно фармить. Вот это все нужно конкретно. Темплар Ассасин, а еще больше Эмбер Спириту. От него здесь зависит невероятно много. Ну, собственно, наверное, он и есть единственная надежда команды Инвейджин на нормальную развязку данного матча. Хотя так, если объективно говорить, то, мне кажется, Надежда уже умерла. Все последние умерли, а потом и Надежда. 12.5 Кенса Вейпс. По экспириенсу 7.5 тоже австралийский коллектив. WT выходит на Тауэр. Уже готовится ворваться в него Туди. Все у Туди для этого имеется. Будет ли врыв? Ну, можно. Сейчас можно. Подсветил и... И... Клок пока не выходит, скромничает. Ну, врывайся под Тауэром. Почему нет? Нет, не врывается. Не врывается, добивает WT в Тауэр и отправляется на Ремнант. Ну, отдают золото Кенса Вейпс. Это может, в принципе, обратиться в какое-то отданное преимущество. Эхо Слэм пошел у нас от Шейкера. А в кого? Прошу прощения. В кого этот... В кого был этот Эхо Слэм? Неужели в Эмбера? Одну секунду. Я не могу это не посмотреть. Или в Та, наверное. Неужели там феноменальная такая реакция от Сликса? Шапнели и безжатица. Темплар Ассасин, да. Шейкер мог бы, в принципе, пополам разорвать у нас Темпларку. Не получилось. Но смотрелось красиво. Так много огонечков. Они двинулись в сторону Темплар Ассасин. Правда, самому Сликсу на это фиолетово. Две шестьсот есть уже на руках у Та. Есть Блинк Даггер. Повер трест. Так, ульта пошла от Сайленсера. Цепляют здесь Гёста. Гёста, скорее всего, разберут. Без Каллинг Блейда. Гёст. И, собственно, все. И, собственно, дабл килл. И Вейдинг Крэш на лоу ХП живой. Уходит на свой фонтан. Никакой ракеты в составе команды Инвайджа нет. Ракеты только у Клокверка. И Клокверк только у Кэнси Випс. У Туди 4000 на руках. Уже 4000. Это означает только то, что осталось 200 золота. И точно такой же синий посох, как у Квапы. Появится у нас у Клокверка. Я думаю, к этому конкретно идет Клок. Ничего не докупает. И так все хорошо получается. 5-1-8. Фарм есть. Эншентов блочит. Руны чекает. Куда летит? Вниз летит. Промазывает на этот раз. А вообще так раньше такого не замечал. У Чейнса. Алтимей Торп уже появился. Поинт Бустер есть. Так, кстати, для Эмбер Спирита у нас. Появляется Манта Стайл. Сбрасывает с себя Сайленс. От Скайра Смага. Ну и в этом проблема. Хотя может, конечно, и в этом. Все-таки умирать Эмбер Спириту вообще сейчас не вариант. Умирает Эмбер Спирит. Падает, я думаю, одна из линий 100%. Не может быть. У вражеского Скайра Смага есть Game of True Sight. Ну, осмелел Скайра Смаг. Опять же, он умирал всего два раза. Скайра Смаг вообще не из реальной доты. Геост ловит у нас... В принципе, ловит у нас Аркейн Болт. А нет, так как Севшот у него летел. И ульта от Чейнса. В итоге Скайра Смаг 6-2 у нас. Ну, блин. Как же плохо команде Инвейджин. Здесь хоть что-то делать. Я представляю просто минус мораль. Вот Инвейджин. Как заставить себя собраться в ру... Как взять себя в руки. Заставить себя собраться. Так вообще, что-то можно противопоставить. 24 на 6. Так, врыв пошел от Клокверка. Клок с Аганимом. Уже Мистик Флэйр под ноги у нас на Плор Ассасин. И седьмая смерть для мидера команды Инвейджин. Дальше за W-Тифом. Или кто за кем, непонятно. Туди отсюда отходит. Тауэр потихонечку падает. Чейнс с километра вообще. Тауэр у нас разваливает. Забирает Тауэр себе. И готов теперь по W-Тиф рваться. Голуби летят над... Нашим... Над нашей вышкой. Над нашей базой. Альтимейт Орпу Чейнса. На второй уже практически есть деньги. И а что? И все. Это готовый Скади. Это огромная скорость атаки. Куча ХП. Ну и это печаль. Команда Инвейджин. 26-6. По золоту. 30 тысяч всего лишь со стороны команды Инвейджин. И 49 у Кэнса и Уэйпс. Почти 20 тысяч выигрывает команда Кэнса и Уэйпс. По экспириенсу 13 тысяч тоже в их пользу. 28 минут 40 секунд. Игра немножко затянута. Как по мне, могли бы Кэнса и Уэйпсы пораньше пойти в пуш. Не дать возможность Эмбер Спириту что-то из артефактов вынести. Темплар Ассан. Ну, Темплар Ассан ничего не собирается вывозить у нас. У Акса уже есть Блэйдмейл. Это неприятно. Но тут, в принципе, БКБ может себе позволить любой из игроков. У снайпера появляется Скадия. В принципе, снайперу плевать на БКБ. Надо будет... Блэйдмейл проезжается. Просто переключится на кого-то другого. Акс все равно у нас по шарапнелю еле-еле ходит. И даггер не работает. Смог проезжали Инвейджин. Это может быть их последняя попытка игру в нормальное русло перевести. Темплар увидела. Туди не врывается. Так Туди сейчас сам ворвется. Пять здесь игроков... Здесь пять игроков команды Кенси Уипс. А пятерка Инвейджин кто куда вообще. Увидели, что Сайленсер в их лицу и поняли примерно, я так понимаю, что ушла большая часть команды. Ну и Сайленсер тоже у нас улетает на базу. Драка закончилась, не начавшись. Давайте по вещам пробежимся. У Акса есть Блэйдмейл, есть Огр Клаб и Блинк Даггер. Транкфилд Буцит также имеется. У Темплар Ассасин 2900 на руках и Блинк Даггер больше пока ничего. У Эмбер Спирита Манта Стайл и 1400. Драма Фэндюранс, Фейсбутс и всего по чуть-чуть. Больше, в принципе, у Эмбера ничего интересного не имеется. Под Шрапнет заходит у нас Эмбер. Правда, снайпера здесь нет. Это его счастье. Сайленсер 800 на руках после Транквил. Леон без Даггера уже хотя бы на Форс Тафф насобирать бы. 3-4-100 Темплар Ассасин. Вот бы пойти в Рапиру Сликсу. Это было бы грандиозно, правда. Ну а какие, в принципе, какие еще шансы есть у Инвейджен, кроме Рапиры, которая хоть что-то могла бы здесь переломить. Рапира, БКБ, я не знаю, а Эггис в конце концов. Уже Хэйграунд подпиливает у нас Чейнс. Где-то пятую часть Таура отковырял. На топ-лейне точно такими же темпами и примерно по такой же схеме упал Тауэр и ничего команда Инвейджен сделать не смогла. И сейчас просто стоят, смотрят, как валится их Тауэр. WTIF готов зайти в бок команды Кенси Уипс. Туди увидел ли у нас WTIF? Готов врыв, как я понимаю, да? Сайленс, глобал пошел у нас у Сайленсера. Геозда, ворвись же ты раньше. БКБ от Квапы, Квапа, Соник Ви, Феха, Слем, минус 2 сделали. Эмбер Спирит рассыпается под Мистик Флеером. Доминейтинг для Wedding Crash и мега килл для Туди. Это гуд гейм, виллплей. Полчаса хватило команды Кенси Уипс, чтобы восстановить статус-кво. 1-1 становится счет. Мы переходим к третьей игре, которая вот-вот уже расставит все на свои места. Кенси Уипс внушает в меня гораздо больше доверия, чем Инвейджен. Ну, печально, если и для Инвейджен примерно та же ситуация будет. Вот. Пока что не переключаемся. У нас решающая игра за выход в финал, за сражение, там, за какую-то сумму денег. Не буду ее озвучивать, чтобы смешно никому не было. Так вот, за выход в финал у нас последняя игра данного Best of 3. Либо Кенси Уипс, либо Инвейджен. Либо мы соберем 5 человек и поедем. Все, услышимся через 2-3 минуты. Музыка, графика. Не переключайтесь. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь. И подписывайтесь на Twitch. Перевалим через эти злополучные 2500 фолловеров. Все, всем огромное спасибо. Увидимся в следующем матче. Через 3 минуты. Продолжение следует... Продолжение следует...